Добрый день, дорогие друзья! И сегодня хочу ответить на те вопросы, которые поприходили. И они были такого плана, типа, я путаю экстрасенсорику и психологию. В чем же все-таки какие-то объединяющие моменты? Потому что, в принципе, очевидно же, психолог и психотерапевт, да, это люди такие у нас асоциальные, умудренные дипломами, опытом. Им, наверное, даже иногда может быть неловко за то, что он не связывается с каким-то экстрасенсорным проектом. Там авторитет могут, например, потерять. И в то же самое время экстрасенсы – это же вообще сумасшедшее, особенно если взять битву экстрасенсов и положить тот образ, который сегодня существует после этой битвы. И, казалось бы, что может объединять такого ультрапрофессионального психолога с каким-то непонятным экстрасенсом. Ну, а психотерапевт – это вообще кто первый халат одел, тот и доктор, тут вообще обсуждать не приходится. И в то же самое время следующий блок вопросов, который был, это люди, которые начали заниматься практической медитацией. Они поняли, что да, идет состояние торможения, расконцентрации – первый шаг. Второй шаг, который мы делаем – это мы разделяем физическое зрение и внимание, когда мы сконцентрируем внимание в области лба и потом переносим на состояние. И дальше следующий вопрос касался того, что действительно прыгнуть в состояние из области, когда ты где-то в животе и прыгнуть где-то куда-то вверх на лоб – это крайне сложно. И у многих это стало невозможным. Они говорят, не видим вспышку света, нет у нас выхода в эти высокочастотные состояния, и что нам с этим делать? И получается, вот как будто разные вопросы, да, вообще не связаны друг с другом. Но в самом деле у этих вопросов один корень. И мы сейчас попробуем разобраться, какой, что же все-таки их объединяет. Смотрите, господа, когда мы говорим о состояниях, когда мы говорим о состояниях, мы имеем в виду разные состояния. Ведь есть низкочастотные, там, угнобления и так далее. Часто мы бежим, включенные в жизнь, паримся о чем-то, и мы сидим где-то в области живота, или там секса, или еще каких-то проблем. И действительно наше базовое состояние, то, которое присутствует у нас там 90% времени в день, оно является низкочастотным. И для того, чтобы совершить прыжок вот снизу вверх, да, вы представляете, это действительно кусок работы над собой. И что это за работа? Ведь на самом деле каждое из состояний имеет отклик в теле. И каждый отклик в теле имеет соответствующую систему ценностей и убеждений, прошитую в данном человеке. Это могут быть генетические программы, это могут быть программы, которые переданы нам родителями в ранние сроки жизни, там, и в период внутриутробный. И это могут быть программы, которые люди получили в результате своего жизненного опыта, для них мир сомкнулся, он стал грустным и ненужным. Вот из этих программ, конечно, выйти в экстрасенсорное восприятие вообще крайне сложно. Вот для того, чтобы начался экстрасенс реально, надо от этого всего избавиться. Надо избавиться от эмоционального мусора, от раздражения, обид, вины, негатива. Надо избавиться от убеждений, которые приводят нас к этим эмоциональным состояниям. То есть расчистить место на дисковом пространстве. И когда мы его расчищаем, мы потихоньку начинаем как бы вылазить, подниматься, и в какой-то момент мы находимся в любви, и потом дальше в радости. И вот смотрите, какая штука дальше экстрасенсорная идет. Вот оказывается, в радости пребывает весь окружающий мир, все предметы, которые нас окружают. Только человек может не пребывать в нем. У человека выдана вся гамма, весь спектр игры, вся клавиатура фортепиано для того, чтобы классно играть. Он может играть в низкочастотных состояниях, он может играть в высокочастотных состояниях. Для Бога на самом деле нет разницы, он разрешает играть и там, и там. Но люди себя как-то убедили сами, что путь к Богу лежит через страдания. Ну, через страдания это же вниз, а Бог же это вверх. Ну, это же логики противоестественные. Но так говорят наши религии, мы им верим. И в то же самое время почему-то религии вот рассказывают, как Иисус Христос ходил по воде, да? Или Иисус Христос там творил чудо. Но в то же самое время они не рассказывают, как этому чуду прийти обычному человеку. А для того, чтобы прийти к чуду, надо освободиться от груза. Вот этих вот непонятных программ, убеждений, непонятных оков своих собственных, да? И подняться вверх. Подняться по частотам вверх. Выйти к внутреннему свету на самом деле. Хотя при этом, казалось бы, поднимаешься вверх, но мозг твой все больше и больше тормозит. Чудеса, да? И вот в этих вопросах, когда мы начинаем работать со своей системой ценностей и убеждений, вот здесь-то и рождается профессиональный психотерапевт и психиатр. Потому что работать самому с собой очень даже можно. Техник существует очень много. Начиная просто от расслабления и учиться жизни радоваться, да? От физкультуры, работы с телом, от общения с природой, от любых практик, там, славянских, казацких, какие хотите, до навороченных психотерапевтических, там, когда мы включаем уже психоанализ, гештальт, можно сюда, но это, я их не отношу к эффективным, можно уже брать более эффективные вещи, например, экстрасенсорные добавлять. Почему экстрасенсорные? Потому что все-таки сегодня экстрасенсорные вещи, вся позитивная психология, нейропсихология, сенсейт-психология и психотерапия держатся на состояниях позитивных, высокочастотных. Первое, чему они учат, это учат любить и радоваться. И это правильно, потому что скачок вот отсюда совершить сюда значительно проще, чем с нашего животика. Все очевидно, да? Вопрос, какие техники и практики вы подберете для того, чтобы дойти и проделать вот этот путь по освобождению своего дискового пространства. А это психотерапевтический путь, как ни крути. Вот вам психология, психотерапия соединяется с экстрасенсорикой и говорят об одном и том же в разной лексике. Да? Это очевидные вещи. Вот. И в то же самое время вы параллельно развиваете свои способности. И ваши ограничения лишь в том, чтобы поднять попу от стула и что-то делать, чтобы выделить на это время на тренировку. И получается, все элементарно просто, да? Вот я рассказываю, а это очевидные вещи. И у меня всегда вызывало удивление, почему человек не видит очевидных вещей. Наверное, невыгодно. Наверное, выгодно упасть и разбить лоб, как в Египте, да? Господа после Рамадана идут с такими разбитыми лбами. И я спрашиваю, что такое, почему у мужчины лбы разбиты? А мне говорят, это они так усердно молились. Да, наверное, так проще разбить лоб, нежели взять и проработать своих тараканов, которые говорят, вот это невозможно, вот это не могу, вот это плохо, вот это критикую, вот это осуждаю, вот здесь я виню, вот здесь я готов воевать. А ведь всего лишь надо перенести внимание вовнутрь себя, не наружу, вовнутрь себя. И внутри найти вот этих вот тараканов и погонять их. Так, просто. Самому можно проделать часть работы с психоэмоциональным состоянием легко. Тут подойдут из техник, из того, что мне очень нравится. Это симарон, те, кто любят ржать, либо радикальное прощение, те, кто любят плакать. Эффект будет примерно близкий, примерно близкий, но не одинаковый. Но в то же самое время эмоциональный пласт проработать через эти вещи можно. Но уже когда вы приходите к программному обеспечению, я бы все-таки советовала подключаться в какой-то процесс работы с психотерапевтом. А если жалко денег, то пройти обучение и работать в парах с теми, кто прошел обучение. Обычно такие сеансы делаются друг к другу бесплатно. Вот. Я ответила сегодня на ваши вопросы, господа. Дальше мы все-таки вернемся к тому, где рождается в нашей психике. Где рождается в нашей психике тонкоматериальный план в следующем ролике. До новых встреч, друзья. С вами была я, Наталья Зайцева. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok